Приняли бы вы такие извинения? Парень из Петербурга поднял на уши целый жилой комплекс. Принес, на газон положил 75 пирожных, выложил из них имя любимой и начал извиняться. Что тут началось? Десятки пабликов подхватили это видео. В одной из самых популярных петербургских групп ДТП и ЧП 400 тысяч просмотров за полсуток. Комментарии все делятся на две категории. Я не Ира, но парня готова принять и за Иру даже простить. Ну и вторая категория вот такие комментарии от мужчин. Как зовут Иру? Какая фамилия? Давай мы ей передадим. Да найдем мы твою Иру, не переживай. Но этот ролик, друзья, не так прост, как кажется. Я, когда его скачала, очень удивилась, что снят он в 4К. Ну, неужели зевака-сосед умудрился бы так? Потом смотрю, а на всех этих корзиночках-чизкейках так элегантно прикреплена визитка с названием производителя на каждой тарелке, а там только на одну букву И ушло 12 пирожных. Ира! Ира! А вот приглядитесь, это, скорее всего, реально соседское видео. Оператор со слайдером аккуратненько так все снимает. В общем, по моему мнению, Ира, прости, это чистой воды маркетинг. Как помните, кофе на грудном молоке из Перми тоже же завирусилась. Я даже делала про это ролик. В целом, конечно, получилось классно. Охваты гигантские, никто даже не усомнился. А не реклама ли это? СММщики пабликов, ну, так лихо это все подхватили. И тут у меня, конечно, большая просьба к нашим коллегам. Факт-чекинг, друзья. И еще раз факт-чекинг. Ведь тем, кто первый опубликовал, им-то, скорее всего, хотя бы за это заплатили, а вот остальные рекламу сделали, ну, я почти уверена, бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова